Добрый день! Мы в музее Белорусского подворья. Здесь все настраивает на хороший лад. Прямо петь хочется. Песня «Душа народа». Она вызывает множество чувств. Ей подвластно все. Геройка и лирика, быт и история. Не случайно белорусскую песню называют эмоциональной хроникой нашей эпохи. Белорусский мотив В песне вереска, в песне ракит. Ансамблю «Белая Русь» еще нет и года. Образовался он в рождественские праздники. В музее подворья собрались люди с большим желанием петь и знанием материала. Руководит коллективом лауреат премии Ленинского комсомола, международных и всероссийских конкурсов Надежда Ракова. В репертуаре ансамбля белорусские, казачьи и русские песни. Особое место отводится фольклору. Оренбуржье богато на таланты. Белорусский народ богат на пословицы и поговорки. Одна из них – от начала дела зависит. А это значит, чтобы завершить это дело с радостью, необходимо все продумать. Взять хотя бы скульптурную работу. Живет в Оренбурге известный мастер Николай Решкевич. Его произведения украшают не только нашу областную столицу, но и другие города. Николай Решкевич приехал из Белоруссии в Оренбург четверть века назад. Непосредственно участвовал в появлении белорусского подворья в национальной деревне. Выпускник Минской художественной академии. Он нашел себя как настоящий мастер здесь, в степном крае. Елизаветинские ворота, башня с главными городскими курантами, памятники Пушкину и Далю, Родимцеву, Сарматский олень. Ко всему перечисленному Николай Решкевич приложил свой талант. Одна из таких заметных, что ли, это вот Сарматский олень у нас советский стоит. Это моя работа. Она, ну, мне так душу греет тем, что она живет. Что там детишки по ней лазят, что там что-то, что-то с ней все время происходит. Там, вот, я иногда прохожу это самое, она всегда там начищенная, всегда это говорит о том, что работа живет, что ее трогает. Белорусская кухня. Человек ни о чем не думает с большей серьезностью, чем о своем обеде. И это правда. А всю правду о том, как готовить жаркое, нам расскажет шеф-повар Иван Каменев. Мое шанование, Иван. Здравствуйте. Какие ингредиенты нам для этого понадобятся? Понадобятся говядина, вырезка, грибы, жареные, лук, картофель, помидор, майонез и сыр. Ну, соль, перец, соответственно. А надо отбить вырезку. Ее нарезать надо тонкими соломками. И немножко отбить его надо. Берем сковородочку, выкладываем ее на низ, чтобы мясо пропиталось. Надо посолить, поперчить. Обязательно. Порезали лучок. Нам порезать картофель. Картошечка наша порезана. Отправляемся на кухню. Мы берем картофель и кидаем его во фритюр обжаривать. Кидаем, чтобы картофель не прилипал друг к другу. Обжариваем лук. Картофель у нас приготовился. Ждем, пока лук попассируется. Мы выкладываем его на мясо. Добавляем грибы обжаренные. Немножко чесночка. Выкладываем тоненьким слоем картошки. Немножко майонеза. Мы трем сверху сыр. Отправляем его в луховой шкаф. Температура устанавливаем 180 и на 15 минут. Жаркое по-шляхски. Будем пробовать это сытное блюдо. В следующей программе приготовим белорусский праздничный борщ и расскажем о героях и культурных традициях белорусского народа. До сустречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова